все стоп стар сделал короче сетку смотрим что-то никого вообще наших не видно вообще абсолютно никого ну ладно а о минатыч есть минатыч это хорошо а Короче, ребята, что у нас тут? Минаточка, где вообще? Почти не вижу, минаточка. 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 Так, ну всё, ребят. Спасибо всем ещё за поддержку. Я сейчас выключу микрофон, у меня тут гигиеническая процедура идёт одна, не буду говорить какая. Не туда, мне надпишут. Спасибо. 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 Семена-то лучше посмотрим. Сейчас, ребята, я, короче, докончу процедуру. Стригуру-то я когти свои быстренько. Стригу-то я когти свои быстренько. Стригуру-то я отлично-то осмотчу Binaginное дур require на пов Soul好像-турrale, Dietмагинное длину решительное челение. Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Все, ребят, извиняюсь, короче, я Кстати, все, вспомнил Последний штрих на добавить Не люблю, просто дела незавершенные Как бы надо было Доделать то, что начал Добавил стрим на Team Liquid, чтобы видно было, что там И где идет Ну все, ребят, Менадыч против какого-то игрока бьется у нас Я не знаю, кто это такой, но, честно говоря, пока что Хотя вроде все строится Здесь КСМ-ка что-то заблочена была Выехала вроде Да плохо открыто, а здесь не пройти Вот эту надо открыть, блин Наши войска Атакованный Так Опа Че себе здесь такой, смотрите Неожиданный-то ход какой Тиран сыграл в Steam И сделал свитч в мех Вот это да Какой-то прям необычный Такой у него ОПМ 360 ОПМ Ничего себе Вы только посмотрите, что творится После Steam Bug А свитч в мех С двух бас С третьей соцехи Нет, ну а Такой билл через третью соцеху Надо делать Сочинение Пиши, как правило, турнир Не На самом деле Острик ног Готок Не с надо Кому могу по почте прислать Как бы С вас пересылка Только за бесплатно Вдруг скил вырастет Да, от Госсу Пальцев Ногтей Надеюсь, Криптумыра Везде дроп Вообще ничего не сделал Там Минато Инфестейшн Делает Вообще Грейт на атаку пошел Я не понял Одни реакторы Био плюс Хелдаты Или Био плюс Циклоны Или Био плюс Что вообще? Что это? Что ты такое? Как говорится Демотиваторов Там некоторых Что ты такое Вот этот билд Вообще Что ты делаешь Тиран Он вообще Ну и Дэмод же не нанес Вообще Не знаю Минато Вообще в легкую Это отбивал бы Все А вот без Бейнов Причем Тиран может быть Без Циклонов Просто Хелбатов Сейчас наштамповать Штук 10 сюда добавить И собак Можно и убить Вообще Было бы Было бы Что тиран Что тиран Вообще Делает Собак Забегание Замечательное Идет От Минато Ну видно Что тиран Слабее Просто Чем Минато Вот и все Что здесь Можно сказать По поводу Этой игры Ну тут Придется Чистыми Собаками Все это Минато Убивать Единственное И ведь Окружить То не просто Оказывают Сейчас Только Минато Еще окружает Грейды 2.2 Еще не готов ГГ Тиран Пишет Видит Что много Минат Слишком Минато Всё Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Морвета поддержал ваш канал на 1287 рублей. Такое ощущение, что вот школьники на онлайн на пирожки копили и мне прислали как-то там прям всё до последней копейки. Потом когда судить меня будут, скажут. А на самом деле, блин... А на самом деле я дашь ХЗ, в чём прикол. Спасибо, короче, ребят. Сейчас пригодится много всяких проблем, колонки там и так далее, технические трудности. Опа! А я не заметил, что Терян может быть жестоким, а Мината с таким... Одиноким плётком Мината, короче, может быть, как они Марики строчат. Ребят, короче, здесь идёт... Раз с четырёх бараков. Минат пытается намультитаскить сейчас. То есть прирост Марика словить собаками, а здесь Марика королевами словить. У него это получается, пока я, короче, поддержку, короче, сюда пилил, мистер Вето. Вот. Короче, и всё профукал. Так, а дальше-то что? Здорово, Shadow Marine. Сейчас, на секунду. Короче, Мината будем прорываться и дальше, вот что. Субтитры сделал DimaTorzok Ну всё, ребят. Извините, мама пришла. Сейчас я... Короче говоря, тут... Ну всё... Звук пипец. Пи-пи-пи-пи-пи. Ну всё. Всё. Опять. Всё. 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 Продолжение следует... 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 нужно еще рабочих как бы делать вообще нам и не даже газ мин от не собирая то есть тут смотреть тут закупка подземное передвижение роучем можно инфестейшнку не ставите не знаю там то есть мин от пока нет этих возможности он на шажок отстаёт есть армани хорошо игру читает даже не то что хорошо читает он изначале был изначально был в плюсе после у того рыва собака там не в гигантском но всю первую стадию как бы он был плюс только с появлением третьих от имена там по экономике в плюсе был но по-боевому то он отставал все время вот это очень плохо так подземное передвижение роучем готова аминат вперед погнал а они сейчас к нему зайдут и его расковыряют просто здесь ой как больно сейчас меня дали для скорее всего к сожалению шпиль как бы выход идет тем более от минатыча и как о каком там шпиле там может быть речицы здесь везде просто роуч унижают на мэйне на второй на третий везде здесь два тут три на мэйне три короче королева падает все падает армани сзади поперся основной армией свой гидроден там уже пошел шпиль заметил потому что гидроден пошел 2 здесь есть у мината нет еще но тут все короче факторы не пользу мината но это уровень игры в том числе кайма чё тут поделаешь да здесь кривая позиция для налома конечно вармани конец мината вроде убил всех роучей закопанных вижу один мутали с заказом как он спасет а не у дворов еще было здесь фаербулы падают туда и сюда королевка вперед вылезли но боевой лимит не такой как бы близкий у мината с армани там 14 гидралов пошло а общий катастрофический просто плюс опять заползание трех роучей на вторую базу не чё-то тут вообще печально спорок нет на нужно спорки были изначально как бы хотя бы спорки есть тебе поделили роуч туда-сюда ты тоже туда-сюда поделил и хотя бы прикрыл минеральную линию у версеров подвел там и выбиваешь их везде уже ловишь на всех базах вообще конечно очень тяжко против такого стиля играть здесь гидра приходит смотрите мината видит все прекрасно так роуч пойдут на подземную мури ползут порегенился немножко что толку сразу фаерволов получил армани но у него столько юнитов что тут и гидра уже со скоростью вот эти гидры а гидры сколько у нас 14 штук это вообще тут мутка бесполезно роучи тоже унижаются все как бы юниты эти гидрой естественно тем более тут есть чему танковать танкуют эти все юниты я даже не знаю погибло один гидрой погиб эти потери даже глянем в конце ну так потери как бы у армани тоже было но у меня то больше но у меня то есть но у меня то есть но у меня то есть и На каком сервере турнир проходит? На американском сервере, естественно, короче. Ну что же, Арманич 1.0. Арманич 2.0. Арманич 2.0. Так, ребят, вторая карта. Уже 2 минуты все. О, то же самое вообще фактически у Армани. Я не понимаю, нахера ставить Беллинг Несс у тебя скорости нет с собаком, блин. Все вроде здесь без скорости пуш. Ну, Мината-то не знает со скоростью или без. Ну, Хату, короче, Армани отменит сейчас. Но, вот реально, скорость бы и Беллинг Несс бы заказал и получил бы, просто вот этих собак бы отковырял и получил бы сильный Беллинг Бас в перспективе со скоростью, Минатыч. Так, здесь Армани... Ну, да, здесь надо вывести 3-4 дрона. Все. Отобьешь сразу же, изи, блин. Хату вынужден отменить, Мината. Ну и что теперь отставание, конечно же, будет, как и в той игре. 100% по таймингу Хату. Здесь надо овера увести, блин. Хату надо восстанавливать. Вот Беллинга одного Мината морфит, конечно, но... Зайдет ли этот Беллинг? Армани спалил, по-моему, сейчас Бейна лингами скоро сделается. Ну, сейчас Мината, как мне кажется, просто нужно Беллинг баскнуть этого гаденыша. Пусть ее там плетка будет, королевая. Если Мината 20 плюс лингов и Беллингов штук 6 просто соберет, то будет все хорошо. Продолжение следует... Так, ну тут тоже, тут абсолютно то же самое... А, нет, не абсолютно то же самое. Лейера не наблюдается, как в прошлый раз. Кстати, а почему Армани лейер не строит? Такое ощущение, что он какой-то выход хочет до лейера сделать. А, нет, пошел лейер. То ли в тык, то ли хрен знает, что это было. Почему именно так получилось. Вот. Вот. Так. 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 Так, короче, ребята. Роуч Ворона Минатща делается броня. 42, 43. Здесь тоже третья. Хат пошла, Мината это все и... Вот сейчас Мината мог бы собаками зарешать, конечно. Если б он пуш сделал, например. То есть у него броня будет. Вообще, вот Мината можно что сделать даже? Можно роучи... Реводжера Линга Пуш сейчас сделать. Вообще идеально зайдет на самье. Вот 6 реводжеров из роучи и лингов, штук 30-40 здесь как бы... Броня законтрит плюс один просто для собак. Беллинг Неста здесь нету как бы и... Все замечательно у Минаты. Сейчас для такого пуша получится. Да, собаки строятся, реводжеры делаются, Минатща именно делает то, о чем я и подумал. Причем реводжерами можно что? Можно фаербулами оверов сейчас просто навыбивать, что Минатща делает. Так, королева минусуется, роучи строятся. Не надо только много роучей, здесь надо именно собак больше все Минаты делает. Фаербулы падают, просто замечательно. Вот еще овер висит здесь, смотрите. Так, да фаербулы-то их, ё-моё, видно ж куда летят. Минатыщ, печё, блин. Оп. Хорош, минус еще оверок. Ну, а Армани скорость там роучем. Блин, ну даже если, конечно, роучей будет там 20-30 штук, собаки даже уже с броней не зарешают. Так, у Минатыща тоже пошел плюс один. Еще один фаербул нужен. Мимо, Минатыщ, мимо. Вот это попадет. Мимо тоже, блин, уходит. Давай ты, Мината, забирай их. Минус овер, наконец, плюс два там у Армани. Блин, главное, что, блин, соплай блок Мината схватил, пока отбивал, ходил здесь. Парабам, блин, отстает. Ну, я не знаю, десидеально. Пуш заходил, просто нужно вперед было идти. Вот просто идешь вперед, и не ходишь по карте, а всех оверов по дороге там три забрал. Раз фаербольным четырьмяржем, еще пошел, и чисто маслингами зашел бы. Ну, что-то Мината забоялся, короче, и в итоге что? В итоге собаки эти, то есть будут законтрены Беллинг Нестом. ХЗ, короче, не знаю. У Мината будет 1-1 рейнжовая игра, и здесь будут две атаки, что лучше, естественно. А две атаки уже и броню законтрят, как бы они даже вторую броню, не только первую контрят. Почему? Объяснять, я думаю, не надо, потому что 2 дэмэджа за атаку дает. То есть, если так, у роуча 16 дэмэджа, то есть 32, короче говоря, по собаке, то получаем плюс 1, это плюс 4 дэмэджа, это 36, у собаки 35 хп убивает. А с одной броней, это получается 34 минус 2. А то две атаки дают уже плюс... Уже как бы за... Ну, плюс 4. Уже две брони, там уже 2 дэмэджа в плюс уходят, а не один с каждой атаки. То есть, все равно с двух ударов будет убивать. Короче, Армани гонит здесь Минат. Минат пытается вступить. Скорости у него нет. Блин, лимит-то больше, что самое интересное. На бой принять нормально. Все, Минат, еще ничего, блин. Ну, сейчас путится этот Армани сюда. Ну, зажимай ты его, блин, кшатай, кроши, унижай. Чего боится-то, Минат? Собаки есть. Собаки, кстати, нормально заходили. Плюс 2 пока не было. Сейчас плюс 2 будет скоро у Армани. И тут уже собаки так-то не зайдут. Ну, у Армани нет ревенджеров, между прочим. Плюс 2 будет через 7 секунд. Укстите, напало, плюс 2 нет у грейдов. Вот это хорошо для Минат. Минат сминает царь, просто царь Минат. Мух есть? Да, есть мух. 1-1 грейд есть. 1-1 плюс роучи. 150-123 по лимитону. Сейчас Сминат сделает шпиль. Будет до конца заходить кушать. Думаю, что нет, раз шпиль делает. Хотя, зайти и убить здесь просто можно в легкую. Сейчас Минат поднимись наверх, главное. Поднимает Сминат наверх. Принимает бой. Так, бейлингов откатил. Чуть-чуть здесь. Роучи пробитые, главное, что у Армани еще. Не в смысле того, что они там такие отморозные. Они дэмон получили. Вот. Вот еще прирост от Минат приходит. Вот Мината своих роучей отводит. Так, как будто сам по себе фаербулы кидает. Это оппонент должен так отводить юнитов своих. Все, минус роуч Ворон. И все, давай теперь без роучей. Минат, принимай бой, там не будет прирост пока. Хотя, пока что то, что было до этого заказано, еще выходит пока что. Так, аккуратнее. А вот у Мината разрыв в приросте. Где прирост? Нет прироста, блин. Шпиль доделывается. Газа нет. Четвертый хат и нет. Ну, что-то Мината здесь как-то это. Что пороучим? 28. Ну, пороучим одинаково в итоге. Армания просто берет рабочих сейчас троит. Не знаю, как так получается. Три муталиска заказано. А что эти три муталиска? На хату было ставить. Надо сразу было ставить, когда давить начал. То есть, выход сюда и четвертый. Все, сейчас был бы четвертый, там газ запилил бы. Начал бы добывать, муталисков бы намасил бы. А так в итоге что там? Три муталиска этих смешных. Что они сделают? Только если Армани вперед выйдет, только тогда они что-то сделают, эти муталиски. А так там королева три-две. Таких три-две выйдут, отгонят этих три муталиска и все. Просто дома. Это Армания еще хату практически одновременно с Минатой, чем строят. Минат, еще, еще, а ладно, вот даже я беру свои слова, но хотя, ну, конечно, сейчас Минатой четвертую ставил лучше бы было. Контролил бы чуть лучше, тоже лучше бы было, но самое главное, что у Мината сейчас, то есть, он уже все это время мог делать вторую атаку, а он ее тупо не делал, как бы. Это очень сильно подрешало. Так, заход на третью базу. Королева сразу же минус, Мината бой принимать. Мутка пытается напрягать, здесь королевы-то есть, мутка-то муткая, а как с королевами-то быть? Здесь Минат странно дерется. Фаерболы по реведжерам, кстати, заходят, неплохо очень даже они заходят. Королеву сбрил тремя муталисками, Армания там какой-то вперед попер, а по-моему, вперед попер. Мината на фаерболах там сливается. Ну, два муталиска способны перевернуть здесь бой? Да, способны. Зачем Армания на три муталиска этих летит, вообще непонятно. Минат прирост привел, от фаербола фарма ничего не отводит. Прирост у Мината, кстати, не только муталиск, но и роуч, подошел. Похоже на 1-1 здесь очень сильно все. Абсолютно согласен с тобой, мистер Вета. Не просто чувство такое, а так и есть. Мината повысил свой уровень за последнее время, но... Но... Еще есть куда расти, естественно. Вот четвертую раскачает, наверное, пораньше. Ну, в общем-то, играть, что называется, на победу, на домината, играть более располанно. То есть он как-то в пределах, я не знаю, того, что точно играет, как бы, против и корейцев, и европейцев. То есть где-то это может хватить, а где-то-то этого и не хватит, получается. Вот на АПА сейчас до плюс 2. Ну нафиг это. Ну он продавил, кстати. Не проясни, меня на АТА задавил. ГГ, Армания пишет. Молодец, 1-1. Спасибо. Продолжение следует... 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 отсюда. Бейлинг только один. Давайте по три линда в Бейлинг. Вот он, шпиль. Видят, Минат прекрасно. Все, может выход сделать. Но он спорок, а нет, Минат спорок добавляет. Надо делать так. 22 собаки, инфестейшн сразу же. Минат сразу сделал. Здесь Чензинга сделал Армани. Сразу же спалился эти инфестейшн. Не знаю, правда, прокликал ли он его. Это вопрос открытый. О, Армани Гидроден, то есть это Люркер. Ден будет третью Минато Арманевскую не видит. Надо бы сходить бы сейчас с собаками бы понапрягать. Семь муталисков? Ну, стандартно, короче. Вот сейчас Минато нужно видеть третью базу. Он сейчас может прибежать с собаками и безнаказанно ее отменить. А он стоит и... Каких-то Бейнов на... Да... Че... Че Минато делает? Видит шпиль? Блин, каких-то Бейлингов намасил? Нахер те Бейлинги-то эти? Парабам вообще отстает. Вообще непонятные действия от Минато идут. Где логика-то, блин? Че он хотел-то? Че он боялся-то? Я не понимаю. Хайф у Минато? Хайф? Ничего себе. В Ультруш с Минато собрался. Ну да, у Минато... Ну, тут мне гореть не стоит, на самом деле. Почему? Потому что у Минато, на самом деле, всегда были очень необычные билды. И вот сейчас такой же билд мы видим. Какой-то Хайф там... А, 2-1 уже милишная. Ну, кстати, интересный вариант. То есть, получается, мутку примет здесь. Здесь вот сверху... А, камни завалены. Значит, не сверху, просто вот так вот через верх обижать. Вот здесь вот обижать. Или вот с этой схраны, так, на третью прям пробежать. Минато еще получается можно. Собаку в группу Р пошла. 2 Амфестера делаются. Здесь королева есть. На спорку между базами-то одну ставить. Минато вообще спорок тут напилил. Офигеть просто. Вот мутались. Вообще никакой мутались к драной тут не пролетел. Вот Минато подумал, наверное. Так, собаки пробегают. Мимо камней, мимо всего. Чем здесь есть у Армани? Чем встретить? Не. Нечему. Собаки где-то вдалеке. Здесь собаки накидываются. У них, между прочим, броня уже есть. Гидралиск выходит. Гидралиска одного успели сгрызть. Ну, пару рабочих Минато здесь подгрызнут. 1-1 линги у Минато уже. Они в клам будут сгрызать просто как бы Армани лингов. 9 рабочих Минато сейчас Армани будут. Здесь сколько? 6 люркеров делается. Кстати, пока не будет ультрала, флюркера опасны, на самом деле. Но! Но! 4-й базы я не вижу. Вот Минато здесь ее не занять из-за мутались. Вот здесь камни пробить эти. Можно было бы, на самом деле, Минато. дальше. Так, инфесторы ползут. Здесь Transfuse Gas пошел. Transfuse Gas. Как звучит, как будто какая-то, да, это, топливно-энергетическая компания. Ну вот, пришла люра, ребят. Ой-ой-ой! До ультры просто Армани пришел со своей люрой и Минато расковырял здесь. Где ультралиски? Тут сейчас первый выскочит. Вот он выходит, братан. Давай, туши, кроши, нуроучи. Так кто убьет? Один ультралиск. Мало одного, как оказалось. 32 линга. А этот-то что сверху? Ёма, один сверху застроен сейчас. Вот дает Минато еще. Собаки накидываются. Дается паника. Перехвалил я Минато сегодня, ребята. Перехвалил. Короче, уверсиров нет. Пацан застроен сверху такое позорное поражение. Не то что позорное, но нелепое, просто нелепое поражение. Все, пришел в тайминг люрой первый. Это, блин, выход отчаяния практически от Армани. То есть, кто люрой так выходит вообще? ГРД. Какой сон, тут жестко. То есть, просто, блин, выйди ультралиски на секунд 10 хотя бы раньше, и тот бы не застрял сверху Минато, сейчас в легкую отбивался. По грейдам был в плюсе, по технологиям в плюсе, короче. Ну тут, блин, немножечко не хватило Минато еще, конечно. Позорного тут, конечно, ничего нет. Но надо работать над ошибкой. Просто такого вообще быть не должно. Минато еще не хватило. Так, Армани 2-1. Ютьермал против Армани надо зайти нам. Ботаники активировал премиум на ваш канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова. Так, появляются ставочки различные. Так, а где они? А вот они. Например, Кин против... Харри Кейн против Пингвина. По-моему, это Изи 1.75 на 2.0. Ну мне нечего напилить. Ну ладно. Потом он с рефералов покафает немножечко мне. Так, напилю. Спасибо за премиум, ботаники. Спасибо всем за парижку, за премиум и т.д. Ребята. Блин, ну надо... Че тут Ютьермал? А, в Ардихо станет. Это и грубо, что я в любом случае заскочу. Нормально все. Так, я в любом случае заскочу. Так, я в любом случае заскочу. Так, я в любом случае заскочу. Так, ну жду инвайта, короче, сейчас подойду, ребят. Продолжение следует... 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 Приветствую всех на стриме... Твич работает, гудгейм работает, все работает, стрим из игры... Так, а что тут... Прыгаю в игру, чуть не проморгал я... Так, что я только что заходил... Все отлично... Продолжение следует... Ну что же, погнали, ребят. Погнали. Хаш 2-0, Кина минус 0. Там хаш ждет Элаева Канина победителя. Ну полуфиналы по очереди будут. Ютермалы Армани начинают с Харри Кин, Пингвин. Там, наверное, быстро все будет. Ну и Ютермалы тоже мы, возможно, элегантных риперов каких-нибудь сейчас увидим. То есть тоже не факт, что долго будет. КСФ готов! 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 Шла факта! Рипер ныкается, насколько я понимаю. Типа, чтоб собаки не спалили. Я не знаю, зачем туда точка сбора стоит. Видимо, да. Так. Рипер готов! Еще два раза, один-два, газ принесли, есть 50 на реактор. Все, реактор заказан. Здесь Овер залетает. Когда Овера увидит Ютермал? Скоро уже. Хотя нет, КСМ-ка не особо, вижу, дает. Ее надо переместить сюда. Вот она вообще вниз попала. Овером уже все прекрасно, видит вообще. Да, вот он, Овер. Рипер сразу вылетает вперед. Ксилнагу, что ли? Да, такое ощущение, что на ксилнагу же. 10-6 собак прогрызают камняни. Ютермал понимает, что ничего вперед не летит. Видимо, я не знаю, побежал сейчас резко вперед. 10 арпур заказан после факты. Барак перелетает. Лаба, видимо, будет сейчас. Псату добей. Ну, а удавил Ютермалу собаку одну. Скорости собакам нет. Еще пока улетел рипером. Ну, залетел, разведал, как бы тайминг не увидел. Ну, скорости он тайминг и так знает. Что тут еще можно было увидеть? Руч-ворон какой-нибудь ранний. Ну, Ютермал видел, что рабочие переводятся. На этой стадии это значит, что, скорее всего, улына нет. Клево и... Все нормально. Прилетает, видит, что третий в свою очередь нет. Гелики на Ксилнаге. С двумя геликами плюс рипер навряд ли получится ворваться Ютермальчику. А вот четыре гелика плюс рипер уже можно и подворваться. Так, гелики проезжать. Чую термал боится. Рипер, он на мейн полетел спокойно сейчас. Кстати, рипер плюс два гелика сюда приспроехали. Рабочих с контролем нормальным. Рабочих пять-то мог бы выжечь. Легко бы. Да может даже и больше. А может и не выжег бы столько. Так, собаки рипера перехват. Кровуч вор у нас спалил Ютермал. Гранатку кинул. Хоть одну собаку подрезал. Но гранатку не кинул. Но это все и мелочи. В принципе, здесь пока что викинг с оверами разбирается. Марик еще одного овера прогоняет. Но так как скорость есть, по верлордам улетитесь над другими. Армани просто домой. Хотя нет, смотрите, вот еще они стоят. А что Ютермал сорвался-то? А, ну он понял, что здесь есть оверы. Здесь есть скорость. Влетая не хочу, висит оверами здесь рядом. Всеми. Армани странный какой-то человек. Так, заказан Ревен. Ревен с переходом в Ваншу с Инвизом. Это билд, кстати, помните, Инновейшн. Вчера, по-моему, он играл. Инновейшн, а билд здесь явно прослеживается. Как бы влияние его на GSL. Вот недавно играл. Геликами приехал, пожог Ютермал здесь немножечко. Сейчас еще проедет. Может, это у овера минуснет. Даже как раз Викинг здесь летает. Да, и минуснет сейчас. А они встретятся как раз в точке поворота Викинга, видимо. Или не успеют. Вот он, овер. Да, встречает здесь Ютермал его. Надо контролить Викингом. Еще один прилетел. Что, оверы просто сами на раздачу летят здесь? У Армани уже просто третий его сбивает на халяву. Опа-на! А здесь такая необычная тема. Здесь Нидус пошел. И, кстати, он заходит идеально здесь. Что самое интересное. Ага, здесь с оверами просто хочет Армани найти, как бы Нидус запилить. Но Банша, кстати, будет. Ну, блин. Сгодите, а? Туриль на Мэне? Да, есть Ревен, да, есть Банша. Но тут один уверсир и все, как бы. Банша, тем более, улетела куда-то. Да ну, короче, это вообще жесть. Нидус прямо на Мэне. Ютермал его пока не... Блин, главное, что он его не видит вообще. Вот это прикол. Просто. Если бы он его увидел, он хоть среагировал бы как-то. А он его и не видит даже. Все, Нидус на Мэне. Поперли королевы. Ютермал абсолютно не готов. Банши здесь нет, ничего нет. Ну, геликами заехать на вторую. Баншой Ревеном залететь на Мэне там чем-нибудь в конце концов. Ну, а какая разница? Вот эта армия убьет все тут, как бы, делать. Еще Инвиз врубай, врубает Инвиз. Успел, молодец, Ютермал. Здесь геликов. Конечно, из Нидуса обратно Роучи пришли. Все, ничего не сделать. 5 рабочих выбил. Ну, дальше что? Ну, выбил, опять, рабочих. Оверсира здесь, правда, нет, например. В этой армии. Королеву с полной энергией сейчас Ютермал шатает. Инскан пошел. Все, здесь Оверсир. Королев не успел, в общем-то, выбить. И все. И там спорки пошли. 1-0. Покидает матч. Ютермал даже горит маленько, такое ощущение. А главное, Анидуса даже не видел вообще. Это из Пармари было, например, геликами приехал, Холбатр затрансформил, а как-то... Холбатр затрансформил. Холбатр затрансформил. Которой таксбол grow manner. Которая 폭арная. Пох icоп. Которая на острова. Продолжение следует... 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 Так, я извиняюсь, мама там с нитка походу жарит, короче, и сюда просто вытягивает все. Надо окно открыть. Пахнет рыбой жареной, блин. Хотя с нитком на самом деле не сильно. Кто шарит? Сниток это эндемик Псковско-Чудского водоема, переселенный в озеро Эльменищево, может быть сейчас еще куда-то. Как-то так. Все, Арманию термал, погнали. Да, прикольная игра получилась. Ну насчет припекло ли у Армании и АХЗ, ну и термала точно в первой игре припекло от нидуса. АХЗ. 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 Соротим это вот. АХЗ. Ну что, ребят, 1-1. Третья карта. Армани, как и обычно, Ютермал, не боится хату первую ставить. Ну, навряд ли он второй раз, да, такое ЛНГ будет делать. Вот, ну, будет ли делать Армани Нидус второй раз, это вопрос. Потому что, если бы Армани играл стандартно в первой карте против билда Ютермала, у него была бы очень неплохая ситуация, на самом-то деле. Так, здесь рипер-орбиталочка сразу спускается. КСМ-ка, ЦЦеха будет заказана. ЦЦеха, факта, здесь реактор, да плохо. Ну, короче, да, похоже на первую карту по билду, но как он дальше будет там развиваться? Начало-то понятно, что так уже. Начало-то это стандарт, рипер там, рипер в ЦЦеху с газом первым получается, да. Факта пошла не здесь. Ну, какая разница, где она стоит, все равно сюда будет под реактор перелетать. Так, точка сбора, рипером разведка пошла, не угадывает, не угадывает сейчас Ютермал с разведкой. Ну и факта. И реактор. Ну, реактор чуточку позже, чем факта будет. На 10 секунд разница, а на 7 секунд, как бы, реактор дольше делается. Минаточ, к сожалению, 1-2 от Армана не отлетел. Хотя должен был побеждать, реально, в последней игре тоже, но там ошибок было таких грубых паров. Вот, а так, всех приветствую, ребят. Сегодня был финал VSL Hero против Impact, немножечко первого StarCraft, ну там совсем немного, я даже не выкладывал запись, там нечего выкладывать особо. Вот, запись финала Hero Impact есть, смотрите, она очень быстрая, быстрый финал, 48 минут, короче. Ну, в 5 там был, вот. Ну и, ну и риперов в хлам, короче, в никуда просто и термозлил. Помните про то, что поддерживать надо? Естественно, микрофон я пока что использую с вебки. Вот, мой микрофон плохо себя чувствует, нормальный Blue Yeti Pro, который и, возможно, придется отчинивать его. И, возможно, пускай его никто не сможет починить, не знаю пока что. Так что поддержка очень-очень приветствуется, естественно, но... За которую всем заранее спасибо. Так, ну и Медивак залетает просто сейчас сбоку на мейн. В кармане чём. От Ютермала. В нём сидят аж целых 4 гелика. 2 заезжают на вторую, сразу же уезжают, а 4 на мейне сейчас начнут нажигать. 3 минус. 4, ё-моё, второй залп вообще в никуда прочь. Чё это делает? Я такой убойный контроль сейчас Ютермал показал. Просто 5. Здесь можно было с десяток рабочих за 2 залпа выпилить. Он просто за 3-5 выпилил с 4 геликами. Где одна королева всё прикрывала. Но это называется, плохо законтролил. Так, там банши циклона делаются. Выход идёт в био, конечно же. Так, овер залетает. 2 циклона. Иди ты ему за минусу овера там. А вот этот врыв уже 7 дронов забирает. Второй. Ну вот это уже неплохо. 42, 33, пора вы здесь опять Нидус. Опять бич Нидус идёт, реально. И-и-и-и. Ну в этот раз с циклонами будет проще отбивать, естественно, Нидус. Но мейн опять не контролится ни разу вообще. Просто никаких зданий нет. Чё её Термал делает опять? Так, банша там 3-й ухарасит. Всё, Нидус на мейн пошёл. И он опять нихрена не видит вообще. Делики на мейне прилетают. Дронов 4 ещё сжёг. 30-47. В этот раз, скажем, парабам. Другая совершенно ситуация получается. Всё, Нидус на мейне. Мариков нужно отводить. Баншу тоже отводить нужно сейчас. Всё нужно отводить. Ю-Термалу. Роучи вперёд, всё, вперёд. КСМ-окса второй уводит. С мейна нужно брать. КСМ-окс бой. Банша с Энвизом отведись. Ты её в ней подставляй. Ты под королев. Так, гелики приехали все назад. Банша помогает. Банша сливается. КСМ-оксновное количество Ю-Термал берёт. Королевы транслюзица. КСМ-ки отводятся назад. Четыре циклоновых трассы. Ю-Термал подловил, между прочим, оппонента своего на вот этом пусе. Ю-Термал ждал. И циклонов подстроил 4 штуки. Ю-Термал победит здесь 100%. Потому что вы видите, как циклоны поливают. Просто жесть. ГГВП пищи. Тормание. Так, ботаники. Что случилось с микрофоном? Я сам не знаю, что случилось с микрофоном. Потому что в какой-то момент на одном стриме просто мне сказали, блин, звук в одной только колонке там. Хотя ничего не делалось. И в итоге выяснилось, что только один канал у него работает у этого микрофона. Как вот. Через Ops он цыпает. В скайпе отображается. Звук не даёт, короче. Например, он вообще. И... Ну, как мне человек посмотрел, сказал, там ОЦП, либо обмотка, либо ещё там какая-то проблема есть. Ну, хрен знает, короче, что делать. Сейчас я ещё другому отдал. Что скажет другой. То есть, может ли он конкретно что-то сказать. Может ли он сделать. Как бы. У меня сомнения по этому поводу. Но, скорее всего, придётся в Питер, в Москву. Вот. Его вести. Такое у меня ощущение. Ещё один лишний геморчик. Короче. Свалился. И так, короче, месяц вообще стримлю немного. По доходам, по деньгам вообще немного всего. И... Так, на Корею идём. Ещё и микрофон тут, короче. Ещё и ехать в Москву скоро. Ну, хотя плюс, что тоже скоро стримит в Москву. В Москву надо ехать. Лучше разберёмся мы с этим моментом. Ничего страшного. Я надеюсь, просто получится всё сделать там. Как бы так-то он и с одного канала на стриме звук давал. Ну, блин, всё как-то не хочется так. Всё. 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 Так, полуфинал первый, Alive против Hasha. Даже переименую я сейчас. Ну что, два полуфинала и финал у нас на горизонте здесь. Привет, Саурончик. Редко сейчас на твиче стримы, все больше рестримов как-то. В игру не всегда получается попасть, но все-таки иногда есть и на твиче стримы. А второй полуфинал Ютермал против Висля Пингвина Харикина. Ну, там, наверное, Харикин победил, я так понимаю, но вряд ли Пингвин выиграет Харикина. Так. 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 да блин как же солнечно сегодня летают пацаны так но у нас в городе на блюете просто нету как его комплектухи скорее всего вот в этом то и проблема ну посмотрим посмотрим самое самое прикол в том и есть скорее всего как бы ну здесь ничего не сделать будет смысл или звук блюете промью и usb как бы не usb там и жирная такая хрень есть короче я не знаю как там эти разъемы называются мне то нужно и избить чисто я брал про на всякий случай что вдруг пригодится чего-нибудь еще записать не только на компе короче так приехал хаш посмотрел элай барак строит пробочку отвел назад ждет пока отсеку закажут здесь гейт как снег с кибернет стандартный билд ну и репер попер приезжает пробка газа второго нет может перед носом было дакошечку у нее закрыть она бы лишних секунды две-три потеряла бы и было бы дольше и уезжать ну смотрите кстати так решил решил улетел смотрите ушел хаш сейчас бук кстати ксм-ку можно мог он допилить то пробка бы погибла попытаться допилить наверное сконтролил бы лайв скорее всего пробочка возвращает сюда вот теперь можно ее хопа и запилить будет попробовать а вот и пробка и лави 2013 активировал премиум на ваш канал апы не успел отвести минус ксм-ка просто царь заезжает наверх еще одна едет и он ее сразу встречает сразу же встречает ее хаш хорошо напрягает элай вот здесь у нас в этой одной пробкой блин прикиньте то есть ксм-ку убил цеху как задержал здесь пробка минус будет и рипер встретит кстати адепту можно было вперед выйти оп и прикрыт рейтон поддержал ваш канал на 300 рублей сообщает на микрофон хотя из ветки неплохой звук очень даже так спасибо рейтон ну как неплохой я не знаю почему ты так говоришь потому что с микрофона звук совершенно другой все таки он такой не супер профессиональный но как бы он типа про микрофон для записи поэтому с него звук конечно чище гораздо и все лучше там нет никаких там косяков ну а за поддержку за премиум и громадное спасибо ребят всем так оракул вылетает не надо тратить энергии на оракула чтобы рипера убить ну и сейчас пробку потерять на ровном месте что ли я не пойму не не потерял пробку сейчас схаш рипер летит вперед здесь одна аминка полетела а всего сколько а папа папа почти попала она приколите как закопана была а вот если б здесь стандартной позиции закопал убил бы скорее всего пять минут ее не видно на этом зеленой хренатне если б здесь минка была как против статса кто-то там копал джагжа сбил бы ведь скорее всего спасибо большое ребят всем за поддержку еще раз грелочка заказана а где медивак так вот он медивак пробка его видит между прочим так адептами на доминке просто не дать копаться грелка валять что он делает хашит пять five five пять не знаю как еще там по каким языкам короче иди домой короче грелка летит мимо медивака адептами есть все чтобы нажать е на грелку адептами не дать минке копаться еще и медивак может быть подрезал бы нет он просто мимо летит короче прям бесит меня такие моменты ребят ну а что делать и то не критично главное 44 35 по рабам то есть можно сопротивляться можно сражаться спокойно причем еще при этом всем хаш собирается пушку это сделать двух бас по моему три гейта две грелки или это просто на перспективу ну вот гейт еще пошел просто сейчас еще один гейт там два здесь шесть гейтов плюс грелки короче и все будет нормально микрофон улет о микрофон 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 не микрофон он оживет потом так гейты добавляются сколько грелок почему грелки больше не добавляются не пойму ну то есть проблема в чем когда такие пуши делаются процессами то есть а без особенно в лопе то есть глеф так 9 пробок минус где минка прилетела 13 дайте она сейчас с удара убила 9 пробок да судя по всему ничего себе ну это ж перебор короче какие пуши делаются проблема в чем в том что ну гейтовое мясо оно не грейшное оно важно конечно но желательно побольше грелок юнитов ключевых которые получается будут убивать вообще здесь есть две минки сталкеры приходят вот пожалуйста минка раз сейчас залп минус сталкер минка 2 минус сталкер один вообще в хлам продеманжился весь сэсэху сейчас пытается кашела его убить сзади загружается дроп тройной будет прям в армию просто дропаться сейчас лайк вот посмотрите где оракул вот где он летает а ну он дома что-то там отбивал с оракул короче лайк возвращается с одной стороны прирост другой пришли марики гвардианшилл есть филдов не хватает грелки падают и лайфхлам здесь отбивает этот пуш короче это провал для хашу он сразу же любопишет просто разбил микрофон а просто я не понимаю то ли короче я шел к вершине рэпа как бы и рэпчик был такой что микрофон завял просто и умер как бы то ли рэпчик был настолько высший что микрофон прямо от того что такое слышат как бы тоже гуфнулся короче слишком крутой рэпочетчик был поэтому ну сам не знаю что произошло спасибо короче всем за поддержку еще раз ждем продолжение ребята вplayлога там и но а в гроб это и вот на и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, так оно есть... Медивак бы прикрыть бы не помешало бы на бусте, да? Ютермал уйдет, кстати, на бусте, смотрите Ну прикрывай, медивак! Что ты творишь? Что ты творишь? Ё-моё, кончи-то ты, блядь, конченый, ё-моё! Ну что он делает, а? Я реально болею здесь за Ютермала Но Минка спасает Ещё рабочих выбивает много Вот просто сейчас был бы Прикиньте, вот этот выход с медиваком Где энергия почти полная Или выход этот без... Вообще без медиваков Так, прилетает Либератор Ютермал сканит Ютермал видит адептов Адепт ещё без Глев пока, правда Вон, а у Марика стадисную разминировать Просто ещё один скан На хрен его взрывать-то? Тратить скан на эту ловушку бесполезно Ну как, она не бесполезная совсем, но Как бы можно его отбить по-другому Танчик один сзади Ютермал видит, и Либератор ещё ближе пододвигается Ютермал весь абсолютно прирост вперёд видит А Оракула врывается Два Оракула просто минус Адепты заходят, а Марики В Либератора Прэйдж заходи Куда ты что-то Либераторы вообще не туда смотрят Танки подняты Чё в мясо здесь, короче, отбивается Ютермалу это похоже Хотя Парабам вообще вровень почти идут Но так сливать выход вообще без потерь практически не стоило ему Так, здесь Адепты подлетают Кстати, здесь Телепортируются Не понял я, в чём прикол Телепортнулся и ушёл По-моему, убить можно было Фениксов много, Адепты есть Решил отступить Харики Парабам, кстати, он проседает сейчас То есть Ютермал и экономика-то лучше Он сейчас отстроится здесь И у него вообще нормально всё будет По периметру туреточки везде пошли Всё правильно абсолютно Ютермал делает Туретки вообще зарешают Ещё бы Ещё бы инженеры бы побольше вдел Вторая факта А вот факта зачем вторая Это уже вопрос Не успел туретку, блин, доделать Пару секунд, короче Танки не прикрыты, короче Марики Без стима КСМ-ка выезжает На мейн опять, блин Просто на ровном месте Нахвалил чё-то я Сначала захаял её Ютермал, потом Нахвалил опять, короче И вот мы видим, чё происходит Здесь туретку ещё Ну, надо было бы сделать На второй вообще Вот одна только в проходе А здесь даже нету Там Рубубэй Колоссы, видимо, будут сейчас У Харикейна Так, я случайно нажал Там какие-то действия В минуту эффективные Неэффективные Всё, тим готов Вот, кстати, маленькие Не на позиции Вот почему Я обычно говорю Делать, что на туретке Как бы, ну, стабильно Везде, хотя бы на одной базе На каждой базе по одной Почему? Таких моментов не было Что Твои косяки Как бы контроля Просто решают Вот эти моменты Ну, фениксов тут пару потерял Тоже в итоге Харикейн Два колосса делаются Термал подсканил Видит, роба бустится А мейн видел он Нет, не видел Ничего на мейне Роба не видел Есть четвёртый Нексус уже Два-два Там и там Грейды заказаны Убродцы, конечно же Они чуть раньше будут На девять часов Ютермал сейчас полетел С СС-шкой своей Актерер залетел На туретку Сейчас Ютермал спалил Вот, смотрите Казалось бы, мелочи Вот Барак как стоит Реактор Зато, ну Блин, вас там не убить Хотя не, убить Но Депохи целы будут Но тут-то не зерк Здесь обходить нужно Мариком вот так вот То ли дело Если бы барак стоял здесь Реактор здесь Две-депохи То есть они и сюда могли приезжать И сюда сразу Фениксов так не напрягали Ну, это мелочь Здесь рабочих На этой стадии Какого Два-два Но здесь колодц Уже четыре Сейчас штуки будет Ютермал сканет Прекрасно это видит Тут цеха пошла Четвертая Планетарка пошла Не просто цеха Там пару Дестабилизаторов Добавляет Еще к этому миксу Харики Все правильно делает То, что колоссы колоссами А вот дестабилизаторы Могут побил Жахнуть Кстати, теперь-то понятно Для чего две факты Это билд от Ютермала С мастанками Против Процесса Кстати Билд очень интересный Ну, прикиньте, какой 200 Какие 200 лимиты Тирановские Опасные Просто 69 мариков 9 мародюров 5 медиваков И танков Просто 11 штук Сейчас Так Очередного Апсервера Ютермал сбил И пошел выход С его стороны Сейчас Куда танки Вон отсюда Часть засиджит Сверху Хороший Залп здесь был Адепты Будут заходить Нет Не будет Вообще Адептов заходить Вот как-то Ютермал Единственное Ими контролит Всех Берет И пересидживает То есть Тот пошел Опять Залп Дестабилизатора Мародера Прижгло Там Просто Его будут Разводить Вот на такой Теме Часть танков Засиджит О Вот так Вот по очереди Конечно Вперед Надо идти Там еще Био-пачечка Выдвигается Танки Вперед Летят Прилетели Фениксы Напрягают Апсервер Залетел Апсервер Все видит Сейчас Прекрасно Вот Начинает Просто Залп На 30 Лимита Я бы назвал Этот залп Так Антистабилизатор Очередно По танчикам Залп Проходит Но танков Все равно Много Посмотрите Как они Разваливают С мариками С мародерами Ютермал Стимится И даже В этой ситуации Он Ну не развалил Но хорошо Подрался Ну колоссов Четыре выжило Это очень плохо Конечно Для Ютермала Четырмалов Только много Их выжило Танки Нужно ближе Вот часть Сюда Подвезти Там Два Пеникса Прирост Надо Вперед Везти Там Сверху Танк Объезжает Сейчас Так Ютермал Понял Что он Не туда Едет Танк Бел На сопровождение Зилка Говорит Ты кто Такой Какой-то Большой Мужик Слишком Бежит Не свои Явно Танк Туда Сюда Ездит Забери Ты его Оттуда Уже Забрал В воздух Ютермал Два Марика Выбежало Вперед С грайдами Два Два Пениксов Они быстро Развалят На самом деле Одного Минус Ну Ютермал Второго Минус Ну Зилок Пришел Развалили Изилка Всей бригадой 158 187 110 124 Типа Римит Что-то Очень Много Прям Здесь Харикена Едут Залпы Дестабилизаторов Прям По танков Много Слишком Иммортл Ну Слишком Силен Харикен Сейчас Очень Хорош Уровень Набрал Ютермал Слишком Здесь Завис В первом Выходе Причем Он Долго Соображал Прежде Чем Вперед Пойти И Нужно Было Сразу Танки По частям Сюда Ближе Подвести Вперед Вводить Там Первые Залпы Дестабилизаторов С другой Стороны Ютермал Здесь Остался Танки Засижены Были Что Ему Нужно Сейчас Было Сделать Не знаю Туреток Пару Наверное Вокруг Танчиков Поставить А Протс Еще На 3-3 Наломился До 3-3 Ютермал Вот Чем Здесь Прикол Еще Причем Шторма Даже Не Было Ну Короче Танки Вот Этот Выход Это Тайминговая Тема Когда Протс Игреды Начинает Превышать Когда У него Лимит Становится Где Много Имморталов Колоссов Архонов Самых Жирных Юнитов Плюс Хорошая Экономика Экономика Здесь Просто Жесть И Может Варпить Протс Больше Чем Тиран Строит Как И Тиран В лоб Еще Не побеждает Тут Печально Здесь Танки Без Прикрытия Вообще Танки Пришел Снес Вообще Харики У Термала Горит Пукан Он Выходит Короче Из игры Без ГГ Как И В игре С Армани В первой Ну А что Горит Не горит Что В Европе У всех Последнее Время Горит Так Пошел Анвайт Ну Что Ждем Старта Старта Ну что ж, ждём вторую карту, потом финал. Так, рекламку надо пилить давно, не пилил уже, что-то я её совсем. Субтитры сделал DimaTorzok Здарова, ещё раз пах, 90 секунд задержка, привет Володе, привет Потапчику, что-то у вас какая-то там опасная тусовка по-моему собирается. Я чувствую, если Антопа там ещё снэк, то он уже шипит, наверное, скорее всего. Так, ну что, братва. Вторая игра Ютермал против Харикейна. Представитель Европы дошёл до полуфинала данного турнира еженедельного от Варди ТВ и его канала, получается. Ну, Харикейн его остановил. Вообще, Ютермал неплохо как бы развивался там, только не хватило ему немножечко, по-моему, сейчас. Ну, чё ему не хватило? Ему не хватило скорости, в общем-то, армии движения его. А скорость создаётся руками, естественно, это контроль. Вот. С просто таким... При таком макро очень тяжело. То есть, как-то потом там пару залпов прошло ещё от дестабилизаторов. А! Ещё залп дестабилизатора на 30 лимит. Я его точно забыл. Там просто суперскопление мариков. То есть, они максимально были сгруппированы, кучно, чтобы... Ну, максимальное количество юнитов убил выстрел дестабилизатора. Это очень сильно зарешало тоже, на самом деле. Надо контролить армию, конечно же, в основном, в бою свою. Просто идеально стараться. Тут через Таргейт опенинг. Разведывает Харикейн. Проверил два Респа. Понимает, где Ютермал находится на третьем. Здесь такой же билд абсолютно. Ну и, кстати, вот в этот микс Ютермалов и Либераторов хотя бы штучки 4 добавить бы. Но, там суть-то микса в том, что танков, когда их 10 плюс штук, а там 11 было танков, они начинают своим сплэшем уже очень-очень жёстко, в общем-то, трепать. А в это время что? В это время Араку. Представляете, где Минки Ютермаловские вообще? А, на моей не есть одна, но она не прикрывает здесь ничего. Блин, как долго, да? То бывает, как Минка вообще как будто реагирует моментально, а здесь, наверное, доли секунды не хватило. Паракулы этого отфокусить получается, и... Ну, 6-то КСМ, и к минусу всё равно. Так, я прошу вращение, что-то я наскорялись тут кинул, я открыл, а там очень громко было только что, и я закрыл. Вот, что-то там было про президента Южной Кореи. Так, Аракул с Ви Фениксом летает, ещё пытается тут вот харасить. Всё ещё пытается вот харасить Харикейн, ну, тут, что я могу сказать, Глефы плюс один заказано, всё, что остаётся просто, это добавить гитов. Вот три штуки уже заказано, сейчас ещё плюс две будет пять гитов, стандартных восемь гитов уже с трёх никсов, но сначала... Погодите, пробочки ещё пока не подстраиваются. 49-39, как бы, парабам, нормально. Термаловый выход с двух бас в этот раз какой-то, без третьей СССРщики. Дуретки пошли. А, три барака, щиты, стимпак, плюс медиваки. Так, саду. Сканы, в течение сканы, ревелэйшн, простите, кейк-сканы, к чёрту. Ну, ревелэйшн, это как скан, только вплотную кидается, на чуть надольше, но... и не видит, как бы, тех, на кого он не попал. Пошёл выход, 101-104 по лимиту, щиты стимпа готовы, плюс один термал, а 40 с лишним секунда, плюс один, если он сейчас биться будет, то будет без плюс один биться, плюс здесь филдов много, то есть и как... Ну, тут вот с таким миксом нужны ли хотя бы один либератор нужен? И то одного феникса выбьет, парочку. Почему? Потому что через филды не пройти, а так минки копаешь, либератора плёт раскладываешь, от фениксов прикрываешь мариками, и всё в порядке. Пришёл ютермал, ну, бесперспективный выход-то получается просто. Дальше-то что, куда тут деться ему? Гвард, он впилил сейчас. Ну, и всё разваливает ютермала здесь, в Харикейм. Ютермал ничего сделать не может. Да, у них там выборы. Ну, Старкрафт в Корее, это плюс, конечно, к избирательной кампании, вот. Спора нет. Это вам в Корее. Мой Йорк. Если брать диван на Ивайска, то некоторым в школе нужно получше, всё-таки учиться было бы. Я сам, конечно, не блистал, но всё-таки слова отписать правильно надо. Хотя бы большинство. Короче, битва продолжается. Харикейм против ютермала бьётся. Ютермала третьица цеха, между прочим, добывается, но что-то Харикейм не отпускает его армию, и, по-моему, здесь уже минут ютермала он покидает до матча. Это называется Гориние. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Так, ну Корея, да, корейский финал. Элайв против Хорикейна. Хорошая ТВП. Такой лучше, чем Ютермал Хорикейн. Элайв тиран сейчас топовый. Сложно сказать, как этот финал будет проходить, но... Не на работу же устраиваемся. Когда устраиваться будет, уже поздно будет. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Зам активировал премиум на ваш канал. Спасибо за... Спасибо всем. Финал ждем мы. Финал на горизонте. Так, рекламку пильнем. Всем счастья. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Скажет, такая работа, братан, извини. Писать не умеешь, грамотно ничего не умеешь. Ну, есть такой... Это глинометский какой-то вариант, конечно, начальника. Топ. Смотрите продолжение в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отлично! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Улучшение командного центра завершено. Так, ну пробстеров у нас, ребята. 16 на Мэнни Укарикейн, значит, что-то заговорился, зафилософствовал здесь, короче говоря, давайте не будем, а то еще кого-нибудь припятет там в чате, в общем-то. Это на Лане каком-нибудь надо разговаривать о таких вещах. Например, в Москве на стримфесте, либо на этом, как его. На Баркрафте, который будет по стримфесту воскресенье, 14 мая, 13 мая. Интересная лайк, тут выводит минку. Вот здесь она будет закопана или ближе где-то? Ближе вот здесь вот. По-русскому? По-русскому 4, по-моему, было у меня. Ну, как бы у меня с пунктацией всегда было проблематично, потому что учить я все не любил, правила вас особо на слух, как бы обычно ставил. Ошибаться можно при таком с правописанием, получишь, как-то было. Так, Оракул прилетел. Оракул просто нажигает здесь. И минка-то снизу вообще закопана. Ну что ты тут? И боится ведь главное. Короче, до того добоялся, что ничего особо не убил. Ну как не убил? 4 рабочих-то убил. А минка вон она здесь. Вот знаете в чем прикол? Вот этих минок закопанных, мое мнение. Если уж их и копать, то есть, допустим, ты знаешь, что кросс, то где-нибудь вот здесь рядом с теллагой, вот здесь вот на подъеме, потому что тут, например, ты просчитываешь примерно угол полета, вот она летит, как бы вот так вот, Оракул. И вот он где-то здесь вот пролетает, получается, вот в этом месте. Теоретически, да, потому что по идеально короткой диагональной траектории, да, полета. А вот здесь, если близко уже копать, здесь направление движения уже меняют. То есть тут вероятность того, что он прям там попадет, ну это чистая случайность. Тут-то как бы получается геометрия, просчет какая-то идет. Ну то есть это надежнее вариант. Феникс собьет сейчас медивак, мариков нужно дропить. Энергия, кончаются, Оракул, но и хватит, чтобы мариков этих выпилить всех. Выпиливаются марики неплохо. Да, варп адептов идет, что-то пуш будет. Здесь бункер вылайва есть. Блайк, молодец, у него все готово. Так, адептики тут. Подтупливу что-то подхорашили. 6 КСМ-ок забрали адепты, ушли. Прям под бункером причем, под танчиком все это происходило. 54-41 по лимиту, 5 плюс гейтов делает Харики. Интересно, вредки такие строятся. Ну так удобнее ставить пробку быстрее их строят, когда ты там разнобой ставишь, что разными пробками наставить. Одна будет как бы с 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й. То есть от 1-го до 5-го, если ставить в разнобой, там, блин, секунд 20-30 пройдет. Их неудобно, блин, открывать будет. Потом ничего будет неудобно снимить. Так, Оракула жгут. 6 опять КСМ-ок, ну 40-61 парабам. Это уже становится похоже на какую-то катастрофу для Элаева. И он как будто бы уже вперед собрался выходить. А тут, между прочим, прокси-гейт подъехал вообще. КСМ-ок, ну 40-61 парабам. Так, Адептусы залетают. Ну что, Мародерчик минус. Выход Элаева минус. 87-105 по лимиту. А, и гид здесь есть, все, здесь гид есть, все есть. Адепты приходят. КСМ-ки с Депух пробиваются. Депухи сами, да не достроенные, пробиваются. В это время с уверчажами отбиваются тут спокойно. Парикин, да, вар сталкеров с адептами вместе. Идет здесь адепты, что они встали. Так, аккуратен, Парикин. Депуху еще сбрил. Здесь не получается сбить всеми деваки. Ничего, отступает. Ты че, уже убил в лоб. Ну, вот этот дроп помешал. Блин, ну дроп-то надо этими фениксами сбивать. Нахрен все армии, это отступать как-то в лоб уже убил. Ну, тяжело контролить так вот, идеально, чтобы вообще было. Плюс 4 СН-3. Здесь либераторы строят. Расселайф рисковый просто, говорит. Чисто. All-in, ребята, короче. Я полетел, все, топлю на последней лаве. Панели пропал. А Харикейн-то что-то близко находится. Вот она, минка есть. Вот ее нужно поднять сейчас фениксами, что, собственно, и делает Харикейн. Элайф улетел. То есть это будет размен, но... Боюсь, что Харикейн-то может и отбиться здесь. А вот Элайф навряд ли отобьется в лоб. Хотя либераторы плюс минки. Смотрите, куда фениксы-то улетели. Куда фениксы улетели? Сейчас игру можно отдать. Эту просто боевой лимит-то... Очуметь просто. Харикейн берет и отдает такую игру. Не, ну пока не отдал он ничего абсолютно. Но это для Элайфа самый идеальный расклад, который мог произойти. Всерывно Харикейн и экономика, конечно, знатная здесь. Но он сейчас кое-то ошибку-то сделал. Он сейчас просто затупил то, что фениксы улетели. Ему достаточно было прилететь, кинуть ревелэйш, поднять минки и выбить либераторов. Тогда, когда адепты телепортнули сюда. И все было бы просто прекрасно. Он этого не сделал. И вот уже тирана больше боевого. Гейты отключены. Адепт не так уж много. Феникс все развалил там чуть ли не всех. Сэндрю попытался Элайф подрезать. Нет, что-то тут Элайф ошибся с контролем, по-моему. Передров вниз идет. Не все разгружились. Марики, мародеры. Сэндрю, Элайф, правда, халяву тут забирает. Мародеры неплохо законтроливают. Марики дошли назад, но мариков немного. Марики подняты все. Ну, в это время приходит еще выход. Медивак хоть один отведи. Здесь Био пришло. Плюс либератора Медиваков вообще нету. Залп не под. Здесь либератор 11 в тылу есть. Нексус выбивает. На 6 часах Элайф пытается. Сюда 2 Медиваков. Все, идеальный расклад. Медиваков вообще нету. Но Фениксов нет, чтобы либераторов выбить. Ай, как больно. Погодите, нет, как нет. Вот они, Фениксы. Они Нижнего убивали. Я вообще этот момент проморгал сейчас. 2 Медивака еще готовы. Смотрите, какой переворот. Просто. Одна ошибка. Одна ошибка Харикина. В чем ошибка была? Фениксы я даже не проследил. Зачем? Я думал, они рядом висят. А они куда-то вниз улетели. То есть, видимо, там Паша полетел что-то ловить, выбивать. Хотя, вроде, там ничего и не было. Но в итоге отдача, ребята. Мясо просто. Ну, все-таки Харикин-то отковырялся. Но! Здесь цеха на третью. Экономика не то, что равная. Она у Тирана сильнее уже сейчас. То есть, у него-то мулы есть. У него особые технологии. Тут мясо. Так, две минки приходят. Висю, несколько адептов. А еще Апсервера с флэшом забрало. Надо Фениксов отгонять сейчас. Элайву. Что он и пытается сделать. Адепты выдвинулись сзади. Буст врубай! Буст врубай! Буста нету! Буста нету! Разгружается Элайв на бусте. Ну, короче, что-то он потерпел сейчас очень жестко. Буста нету! Шесть мулов у Элайва, ребят. Просто я вообще не ожидал, что игра такой просто поворот примет. Затянулась она и вообще как-то прям необычно получается здесь все. Минералов, НК, Муэлайва. Просто там две пятьсот. У Протса полторы тысячи, дай бог. Но Хоригейн восстанавливает добычу. Пробочки отстраивает. Третий Нексус сейчас строит еще. Так, здесь что-то прилетало. А, в сервер минус-то редко не помешало бы. Хотя бы здесь на третий. Ладно, на второй. Но тут тоже рабов много до сих пор, как бы. Так, здесь... Ну, что за глупости Элайв сейчас здесь? Ну, зачем забегание четырьмя юнитами? МКА можно выйти в 7 и там минуснуть просто. Взял два мародера, два марика отдал. На этой стадии каждый юнит на вес золота он берет, там отдается как-то нелепо. Так, выходит Элайв в центр. Стим пошел. Фениксы залетают. Минка по Фениксу, по одному бабах. По второму не бабах. Медивак один упал. Короче говоря, что-то как-то здесь... 60-57, боевой лимит очень близок. Медиваков не так уж много у Элайва. Здесь адепты прям врываться хочут что ли, я не понимаю. Да, и сзади, и спереди адепты в сторон подошли. Неужели Харикейн вытащит все-таки? Это будет игра переворотов какая-то просто. То Элайв перевернул, то Элайв обратно все слил. С какими-то глупыми самодействиями сейчас как-то... Ну как, Харикейн все это тоже правильно делает. Пусть как-то он понимает, как ему пытаться здесь тащить. И все-таки втащил Харикейн. Да, это нечем отбить здесь просто. Ну это ошибка Элайва, то что он отдал уже из этой ситуации. У него было все великолепно. Он слишком много туда ламился, дрогнулся. И сейчас в конце вот эти два мародера, два марика. Куда они бегут-то? Скопи ты просто туреток пару поставь. По периметру баст твоих от обороны сыграй. Фениксы ворвались на туретках. Их там, ну если они минки поднимают, то как они вынуждены по демиджам туреток быть, например. А биоконтрол лишь против этого всего. Но, к сожалению, к сожалению, не срослось. Та, выгружнем. Так, выхожу в игру. Так. Так, что-то, блин. Так, пошел онлайн. Дохожу в игру. Во, загрузка пошла. Отлично. Все. 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 Продолжение следует. Так, ну что ж, Харикейн 1.0, вторая карта Харикейн и Лайф. Не знаю, будет ли этот финал однобойким каким-то, односторонним, либо будет наоборот близким. Но пока что только первая игра кончилась. Вы видели, как она необычно проходила. Фродс уже задавливал тирана. Оказалось, все, прилети Фениксами, сбей Либераторов, зайди в рампу как бы и убивай дома с уверчажами на варпе юнитов просто и попытайся отбиться. Но Фениксы улетели, не пробил тирана, а домой прилетел дропа Лаева из четырех медиваков. То есть для той стадии фактически дум-дропа можно назвать всей армией. Он полетел туда, своей практически всей 90% армии там было. Даже если не считать прирост, то что было в наличии, там даже 95-97% как бы армии. Это было по лимиту. Имеющийся. И в самое сердце протсовской вот этой хорикейно-цивилизации ударил. То есть на мейн прилетел, где все гейты практически есть прирост и технологичные здания. То есть если с одного варпа протс не отбивал, он терялся всего прироста, это был бы полный размен фактически. Да, там мутата была бы, может быть, за счет экономики переселился бы. Плюс та армия, которая атаковала тирана, она бы минимум потери понесла. Если бы Фениксами сразу с Оракулами прилетел, ревелэйшн раскидал, минки бы поднял бы. Либераторов там тоже быстро две штуки выбил, адептами пробил бы, рампу зашел бы. Ну, потом вернулся бы, подрался бы, может быть, плюс бы. Ну, просто там-то получилось, что не отбился он нормально, не пробил нормально. В итоге он ступил там, отбился, ну и там для от ошибок Лаева он уже отпустил эту игру, хотя из безнадежной ситуации в плюс вывел просто. Пристройка завершена. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну адептик минус здесь, рипер минуснул неплохо. Ой, этот, рипера минуснул адептиком сейчас. Миндивак летит вперед, в нем 6 мариков и минка, то ли на мейн, то ли на третью летит. Не пойму, мазеркор поздний, но уже готов будет сейчас. Кстати, на мэне вообще прикрытия нету. Здесь три адепта ведь, куда они пошли. И охренеть, куда там эти адепты пошли. Две пробки и минус. В это время 7 ксм-ок минус, а где их минуснули-то? А вот Оракул прилетал, вот он минуснул. Короче, больше выбил Харрикейн Лаева, чем Лаев Харрикейн, но это очевидный вполне момент. Так, нет, на ютубе стрима нет. Ну, 36-29, все равно после вот всех этих разменов, как бы в плюсе по экономике Харрикейн оказывается, плюс Оракул это живо у него, и с Фениксами они, то есть можно еще сейчас прилететь, нахарасить, например, попытаться. И ведь Фениксы могут расковырять того же Викинга, вот который прикрывает там мейн, да? Фениксы с Оракулами на мейн пролетают. Здесь минок нет, ничего там нет на мейне. Грубаю дэмодж Оракулы. Один, правда, сразу же энергия у одного кончилась. Второй пока жгет. Ну, 4К я с самого выжига улетел сейчас. Так, 84-61 вообще унижает здесь Харрикейн. Летает, просто унижает. Викинги минус, рабочих просто шатает к вам, что-то Харрикейн в последнее время. Ведь, а раньше у него лучший мачап, вход все особенности, у него с пропстами был лучше, ой, с зыргами был лучший мачап. А с тиранами он так себе на самом деле играл, а здесь прям он, да у него все нормальные мачапы. Он ПВП великолепно играет, всех шатает, как бы, и... Ну, ждем от Харрикейна на каких-то лановых корейских турнирах хотя бы, ну, на результатах лучше, чем раньше. Не то, что он самый, как бы, крутой сейчас, но он на уровень, как бы, вышел такой, что всех побеждает, что может победить, по крайней мере. Так, что с носом? Ничего с носом. Лайф делает выход, 184 по лимиту, ребят. Я не знаю, вот, как-то, если с двух вас здесь еще что-то Лайф сделает в этой игре, то это будет прям, ну, очень странно. То есть, Протас здесь тирана на голову вообще переиграл, перехарасил в начальной стадии. Причем Лайф, ну, никак не смог держать, везде оборонка есть, стационарная, там, потонки, роботиксы и т.д, и т.д. То Лайф сейчас приходит, если Лайф сейчас убьет Харрикейн просто... Так, пошло... Мариков поднимает Харрикейн, да киньте... А, ревелэйшн у них, что ли? Ничего не понимаю. Чего он такой боязливый-то? Одна минка, все. Блин, пойди ты просто на оклики, пусть она ударит, как бы, остальное. Мариков иллюзиями подбрил, фениксами медиваки поймал и все. Ну, поддержал ваш канал на 123 рубля и сообщает нормальным пацанам на опен Аэль вечеринку и Чарлику на косточку. Спасибо, ну, чё за опен Аэль вечеринка? Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Вообще, меня как раз Саня тут ВКонтакте зовет, говорит, я на даче сейчас, но это правда 20... 25 км подгородок, как бы, вот. Типа, приезжай. Те, те. Шашлычок там жарит, я бы, конечно, с удовольствием уехать не очень, посмотрим. Сейчас, 60 на 120, чё-то вообще просто хрикень. Блин, просто беша... 5800 на 2400, ребят, да нет, здесь... Здесь такого переворота быть уже не может, отыла его в этой игре, я так полагаю. Ну, нечем ему переворачивать здесь просто, реально. Блять, пробу, где там минки-то стреляют? А вот, да ё-моё, фотонку-то восстановить их, хрикень. Сейчас две минки перевернут просто. Спасибо, ребят, всем за поддержку. Помните, что я очень всем благодарен тем, кто поддерживает сейчас, тем более. Сейчас много всяких проблем, и микрофон, как бы, сломался, и... Собираюсь я с процессором заморачиваться до конца мая. Правда, если мама не отдаст, я должна, денег должна там, вот. 2.0, ребят, ждём третью карту. 3.5 3.0, ребят. 3.5 3.5 4.2 4.5 4.7 5.10 6.10 Так, прыгаю в игру сам, а то потом не зайти будет. Самое главное, что Лайв там всё с двух бас делал, то есть Харикейн так играет сейчас, что он просто три ставит, и Лайв не нахарасит, не может ничего сделать, как его не в лоб прийти, и ещё с трёх бас захарасил, унизил просто. Кстати, ребят, ставки есть, помните, на эти матчи все, и на карты сейчас на Ливу не испорьте. Кстати, кому это интересно вообще, вот. Хороший коэффициент на третью карту, на Харикейн и на победу, да и на Лайва тоже, ну, не знаю, может и Лайв-то, конечно, сейчас и закомбейшит вообще, но пока что-то так не выглядит, если честно, игра. А ведь Харикейн умеет и чизануть иногда. Так, собака, что-то ты мне подбираешь, ты на стримах-то постоянно есть и не знал про Чарлика. Чарлик, иди сюда. Чарлик! Чарлик! Чарлик, иди сюда. Вот он бежит, вот он красавец мой бежит, иди сюда. Чуть боюсь. Боялся, стал такой. Опа! Вот он, брат мой. Вот это сосисонина, вот этот сосисонин. Чарлик. Ух. Ух. Что-то довольное-то такое. Довольное такое. Довольное такое. Довольное. Чарлик. Ладно, давайте игру смотреть. может она еще и не последняя совсем эти лайф тиран которые очень неплохо последнее время отыгрывает но что-то харики последнее время удивляет ну и лайф то ребят свой уровень уже пристройка завершена тут рипер прилетел но что-то он особо то не навыбивал по моему здесь ничего лайф решил что уже уйти не сможет походу и зачем так странно здесь поступил ну это минус рипер сейчас хорош вообще три адепт оракул похоже на предыдущие игры начал здесь уже по таракула постройка каваню грима что купил животных не надо покупать это только истинные потребители такой бред делают как покупать зверей ну что ребят я бы не скажу что оракул здесь прямо нахарасил но опять же тиран несет потери два рабочих два мариноса а и рипер уничтожен каево просто ничего пока не потерял развивается спокойно абсолютно сейчас харики и лайф даже минки почему то не дропает кстати в этот раз и лайф вообще решил супер пассивно начать типа чтоб его не захарасили оракулы ну посмотрим что пока не выглядит все как будто бы у лайфа все нормально если просто развивать сейчас три некуса там такая просто буст экономики пойдет жесткий а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Два эла прям с таким интервалом... 20 секунд прошли... Короче, ребят, давайте игру-то смотреть... Элайф выходом идет, очень серьезным таким... Пока что кажется... Ведь Глефта пока нет... Зато есть Фатонка, есть Феникс и есть Ревелэйшн... А сколько гейтов... Так, очень неплохой филд... Вынужден отойти отсюда... Тиран... Гейты надо открывать Элайф... Этому Харикейну... Вот он открывает все... В итоге 8 сейчас гейтов будет... Элайф пытается прессовать... Но достаточно сейчас Харикейну... Нормально здесь отбиться... Игра перевернется вообще... Че, филдопши... Я не понимаю, почему... Почему не пользуются иллюзиями... Адеппи сейчас Харикейну... Вообще не пытается их послать куда-то... Так, будет в Ревелэйшн... Да, врываются Адепты... Минки подняты... Ё-моё, попытка Фениксов от Элайва сфокусить... И все моряки Адептов здесь... Почти расковыряли... Но... Да, Варп... Фениксы помогли... Подняли вообще... Короче, здесь Блинк... Парабам... Плюси Харикейн... Я б не сказал, что... Лайва в этот раз лучше ситуация... У него третья цеха есть... Вот, начинается Харас... 7 рабочих... Минус 63... 47... Уже сразу же не самая лучшая... Да, для тирана ситуация... Рабочим становится... И еще... Минус 11... Минус 43... 66... Да, Варп Сталкеров идет... Так, попер Харикейн вперед... Минус Сталкер... Созуминка зал сделала... А Ракул-то есть? Вообще нет... А Робо... Робо есть, кстати, давно... А в сервере нету... О, дает... И встал, главное... Харикейн... Вышел... А одна минка... То есть, просто тут держит... Просто дома... Ну, что за чушь... Аптержер вперед... Как там полетел... Так и не строит... Что за... Что за упертый, блин, на лайф... Такой пацан-то, ё-моё... Тебя летают... Харасят... Просто 8 фениксов... И ни одной турельки... Все равно не строят... Не строят вообще... Что самое интересное... Просто не строят... А зачем, говорит... А так побеждать будем... А в серверы летят вперед... И все... Куда... А вот, наконец-то... Развернул... Минку выбивать вообще... Да, ну, убивал Минку... Адэф-то все-таки потерял... Ну... Не надо так именно контролить... Харикин-свич... В колоссов идет... Айди-4 прям Минки... Ну, стрельнула всего одна... Очень большое везение... Это для... Харикин... Потому что если бы он прилетал... И четыре стрельнули от Фениксов... Просто ничего бы не осталось... Если бы там и выжило что-то... То оно было бы... Там просто... С краснющим хп... Кстати, лайф по лимиту... Вот, смотрите... Достаточно Тирану было занять третью базу... Несмотря на то, что у него потери выше... Как бы он по лимиту... Ну, не в плюсе, конечно... Но... Очень близко идет... Почти что в плюсе... Есть два колосса... Есть Робобэй... Но ни одного колосса... Ничего я не вижу в заказе... Почему-то сейчас вот... Харикина... А, он вообще дестабилизаторов делает... Даже не колоссов... Он дестабилизаторов делает... А, он видит выход Элаева... И понимает, что... Опасен этот выход для него очень... И дестабилизаторы... Быстрее, чем колоссы поступят... Как бы в армию... И... Будет проще драться... Так... Залетает... Так... Хорошие филды от Харикина... Как он бой... Хорошо принял... Либераторов выпиливает... Минки... Вынуждает стрельнуть по Фениксам... Офигеть... Как Харикин круто сейчас подрался... Реально он круто подрался... Просто развалил... Мясо сейчас еще дестабилизатор... ГГ-30... Вообще жесть, ребят... Не, ну он круто отыгрывает... Реально... То есть это... Даже не Лайва какой-то... Фэйл... Это круто отыгрывает Харикин... Ну что, ребят... Финал закончен... Что я могу сказать... На сегодня стрим... Все... Есть у меня некоторые дела... Сегодня еще про микрофон позвонить забыл... Я... Завтра помните что... Так... Не понял... А... GSL-то теперь... Ё-моё... GSL-то теперь не по пятницам... GSL-то теперь по субботам... Ребят... Я и забыл совсем это... А что у нас завтра-то есть? Я вообще завтра ничего не вижу... Завтра ничего не больше, что ли, в пятницу? Пятница свободная, странно... Ну, Старлига-то в 16.00, а GSL в 7 утра... В субботу, короче говоря... То есть... Ну, не знаю... В общем, насчет завтра стримов, ребят... Следите, как бы... Я анонсирую все... Ну, хоть пару-то часов я точно постреблю... ФП поиграю... Ну, а на сегодня всем громадное спасибо... Кто не видел данный турнир... Запись вы найдете на Ютубе... Этого турнира... Он точно этот будет выложен... Вот... Ну, и спасибо громадное за внимание... Увидимся... Увидимся... Пока всем... Поддерживайте премиум, подписывайтесь, приходите в Москву на стримфест... Ссылка в описании канала есть на покупку билетов от меня... Кому ставочки интерес, тоже ссылка есть... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...